Привет, расскажи, пожалуйста, как тебя зовут, где ты учишься, откуда ты? Здравствуйте, меня зовут Волкова Екатерина, я из Башкирии, из города Уфы, учусь в Новосибирске, в Новосибирском государственном университете на первом курсе механико-математического факультета на направлении прикладная математика-информатика в инженерной школе. Катя, расскажи, пожалуйста, как ты попала в олимпиадное программирование или математику, как тебя это зацепило, где ты участвовала? Ну, я участвовала в олимпиадах в основном по математике, но пробовала себя еще и в программировании, она меня заинтересовала в 10 классе еще в школе в своем родном городе, вот, и в 11 классе, что просто 5 университет, я участвовала в различных олимпиадах по математике и с первого курса стала участвовать еще и в конференциях, в конференциях различных получается программирование, вот. Сейчас по программе у нас идет два языка, питон и си, и, в общем-то, они помогают мне участвовать в различных мероприятиях. А в интенсивах, расскажи, тебе что-то полезное пригождается или программа более-менее тебе известна? Ну, мне эта программа известна только в теории, мы ее проходили на... в первом семестре, получается, но мы не смотрели, как реализовать ее в коде, и сейчас мне очень интересно, и... ну, и нет такого, что очень-очень сложно, но зато я учусь практически применять то, что я знаю. Расскажи, пожалуйста, вот самое сложное в спортивном программировании, это что? Самое сложное, я думаю, это распределить по времени задачи и успеть все сделать, не запаниковать, если что-то не получается, и переходить к следующим задачам. Ты участвовала уже в ICPC? Нет, первый раз. Первый раз будешь, планируешь участвовать? Думаю, да. Расскажи, пожалуйста, что ты еще успеваешь помимо учебы? Мимо учебы я занимаюсь много чем. Мне нравятся фотографии, рисования, я пишу стихи, занимаюсь бальными танцами, языки тоже изучаю. Можешь показать что-то из своих работ? Было бы здорово. Хорошо. Видно? Да. Можешь рассказать, где ты эти фотографии делала, может быть, просто пролистать их? Ну, это фотография с Обсковым морем, мы так называем Обское водохранилище в Академгородке. Это фотография с горы Еремель в республике Башкортостан. Вот, это тоже Обское море. Это на пути к Обсковому морю. Вот, это тоже из Башкирии. Замерзшее водохранилище. Вот. Очень здорово, спасибо большое. А стихи нам постигнуты свои. Хорошо. Закаты дня — не проводы надежды. Лишь, что ничего не вечно в нашем мире, и все когда-то обратится в пыль потом. Но буду верить я наперекор словам, что есть на свете вечное, как цвет и тьма, дружбу и любовь до смерти самой, и в человеке искренности и доброта. Не вдумываюсь, правда, или сказка, а просто верю, вечерин взглянув в оконцы, всегда лучистого мы ждем рассвета, когда с закатом провожаем солнце. Ну, вот есть еще одно. Называется «Не письмо». Пусть не письмо, но хотелось тебе написать. Полем заснеженным легко заменив листок, и все релея надежду, как алый заветный цветок, что отклик в душе не заставит себя долго ждать. Вместо чернил я возьму у рябины цвет, Воронов черных смеясь одолжу крыло, И мне расскажет зверь, у которого в кушкуре запутался свет. Ласковым морем я строчку за строчкой сложу, Рыбками пестрыми будут искриться слова, И пока ходят легенды, идет молва, Весь этот сказочный мир я тебе покажу. Разных родов обычаи, танцы и смех, Жизни всех в мире людей, что в одним майским днем Ты не сумел пожалеть, обращаясь к дождем, Только о сердце, что было закрыто от всех. Множество сказок могу я еще рассказать, Множество звезд сгорится желанием людей, Ведь звезды и сказки не смогут нас сделать взрослые, Они зажигают, они удивляют, Они позволяют мечтать. Спасибо большое, это очень здорово. Ты в эти выходные участвуешь в чемпионате? Да, планировала. У вас есть команда, как она называется? Она называется только кнопочку нажать. Вот такая команда. Очень здорово. Желаем вам удачи. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. До свидания. Спасибо.